Что, подходит? Нет? Надо больше. Зеленого больше надо. Педегорский детдом. Четыре класса. Убежал, потому что мне хотелось жить по-другому. Я понимал, что перспектив мало. Пару раз меня ловили. Возвращали. Ни о чем не жалею. Никогда не жалел. Недавно услышал модное слово. Называется self-made. Мне сказали, что ты self-made. Наверное, да. Я Рома. Мне 39 лет. Я занимаюсь бизнесом, который люблю. И вот смотри, я почему вот это оставил? Он сюда, в эту сторону. Ту сторону подрезаем. А вот эту основную. Это самый красивый элемент. Да. Но там смотри, какой есть момент. Вот. Видишь, какой есть момент? Ты будешь? Ты будешь? Ты будешь? Хорошо. Это не страшно. То есть я работал поваром на шаурме. Я работал поваром уже в обычных ресторанах, потом в серьезных ресторанах. Я набирал опыт, потому что есть некая цель, она глобальная, большая, к которой я иду. Я старался там везде получить опыт, ну, определенный для меня, в первую очередь, важный. И так сложилось, что мне пришлось абсолютно все начинать заново. Я вернулся к своей цели из детства, понял, куда я иду, зачем. Плюс у меня дедушка любил именно столярничать. Я как-то хотел что-то в честь него, плюс чтобы это было близко мне, плюс это было востребовано на рынке. Как раз начиналась эпоха вот этих эпоксидных столов. Я узнал на них ценник, офигел, начал просчитывать, изучать, смотреть, понял, что это можно делать немного дешевле, не теряя качества всего остального. И я захотел эту нишу, ну, что ли, сделать не такой прям недоступной. То есть моя задача была сделать это красиво, классно. В первую очередь себе позволить такие изделия и другим людям позволить эти изделия. Но информация везде была закрыта, никто ничем не делился, все меня посылали. Поэтому я прошел этот путь, грубо говоря, от того, что у меня была просто маленькая стаместка, лобзик, болгарка, несколько отверток, да и все, по-моему. Вот я с этого начал. Потом взял одного сотрудника, потом взял второго. Потом мы, ну, то есть сначала мы делали просто разделочные доски, так как я любил готовить, я понимал, в чем мне с ними надо делать, как делать. Мы их неплохо продаем в рестораны, везде, на подарки, разные там сувениры, то есть вот так. И я, естественно, тянулся вот к этой мебели. То есть первые там месяцев 6-7 я потратил на то, чтобы это все изучить. Потом мы изучили всю смолу, купили разные образцы, протестили ее на качество, на ультрафиолет, на все, на запах. Выбрали ту, которая действительно хорошая, качественная, на наш взгляд. Сдали ее в лабораторию, проанализировали. Поняли, что да, она зарубежная, не такая выгодная. Но как бы цель была такая, первым, кто этим дышит, это я и мои люди, затем те, кто у нас купил. То есть мы хотели сделать качественный, красивый, экологически чистый продукт, который приносит удовольствие, исключает любые какие-то там ненужные последствия у заказчиков и у людей, которые с этим работают. Поэтому, ну, какой-то отрезок времени я потерял на это дело, но в итоге мы как бы добились нужного результата. У нас нет ни одной проблемы, ни одного возврата, никогда не было каких-то претензий. Все живы, здоровы, все, кто с ней работает, никто ничем не болеет. То есть все абсолютно четко. Вот что-то, пожалуйста. Вот это вот сейчас до дерева добраться. Конкретно вот в этом цеху мы можем сделать от маленькой разделочной доски, причем любых форматов, там, со смолой, без смолы, спилы всякие красивые, все что угодно. И всю мебель, которую можно сделать из массива. Сейчас мы уже потихонечку расширяемся, уже можно сделать и там, грубо говоря, ДСП или там, ну, МДФ, всякие вот эти вот вещи. Потому что, ну, особенно в связи с вот этими всеми последними событиями, не все готовы себе полностью все делать из массива. То есть мы это начали понимать, хотя раньше я это очень сильно слово не любил вообще. И говорил его шепотом. То есть я любил только конкретно массив, натуральное дерево и больше ничего. Но мы понимаем, что есть рынок, мы понимаем, что действительно нужно быть, ну, на одной волне с нашими покупателями. Можно сделать очень круто, красиво, если это скомбинировать. Поэтому столы, подоконники, разные там маленькие столики, всякие зеркала, которые из массива, кофейные, журнальные дела, там, под раковину, очень крутые штуки делаем. Там изголовье мы делаем из массива, целые кровати тоже там полностью из массива. Либо частично металл, частично массив, там что-то обшитое, например. То есть помимо столов. Потому что столы, они тоже все разные. Какие-то дегустационные, рабочие в офис, там, во все возможные салоны красоты, за которыми там стригут людей, там, приводят в порядок. Руководительские столы, переговорные столы. То есть это все, конечно, да. Ну, основа, которая лучше всего сочетается со смолой, и это все дело делается. Но еще всякие амбарные двери, там, те же самые огромные большие зеркала, какие-то красивые декорации на стену, панно, там, искорнение, искорнение. Вот это все мы можем сделать. Это вот то, что касается именно цехов, в котором мы сегодня находимся. Мебель, которую мы делаем, изделие, которое мы делаем, может позволить себе, ну, практически каждый человек. Почему? Потому что зависит это все, ну, цена формируется от размера и от породы дерева. То есть, если это небольшой маленький стол, либо интересная красивая доска со смолой, либо часы там, например, какие-то, это недорого. То есть это доступно абсолютно любому человеку. Если, конечно, ему хочется там кусок, чтобы был это ореха или там какого-то суара или там абаша какого-нибудь, да-да, это там, ну, будет чуть-чуть подороже. Но все равно это доступно. Какие-то большие серьезные изделия, они тоже могут быть разными. То есть можно взять много дерева, не очень дорогого, красивого, шикарного, классного дерева. Все его трещины, сучки, все, что там есть, проработать, склеить это в один классный вот такой щит. И это будет идеальная красивая столешница не за космос денег. Конечно, если у кого-то есть деньги, определенный дизайн там или еще чего-то, он может себе позволить там роскошь, назовем это так. Можно взять огромный широкий супер слэп, в котором будет немножко там отверстий ненужных каких-то там последствий от природы или еще от чего-то. И акцентирую внимание на том, что мы, все наше дерево, с которым мы работаем, то есть это упавшее, либо практически упавшее, либо несущее угрозу какую-то, либо попавшее под молнию, там, под какие-то такие вещи. Это стволы, которые называются санитарная вырубка. Мы их собираем, распиливаем, сушим. То есть весь цикл я контролирую лично со своими людьми. Мы сами все заготавливаем, сами распиливаем, сами сушим, сами сюда привозим. То есть это была основа, я ее изначально проработал, потому что я понимаю, сколько на рынке нюансов. Сейчас много кто занимается лесом, и у половины, как точно, есть, ну назовем это так, нюансы, которые не устраивают клиента в итоге. То есть я это все понимал, в бизнесе я давно, так сложилось, благодаря моему детству. То есть я знал, где подрядчики, насколько это сложно. Поэтому мы все стараемся делать сами, ни от кого не зависеть. У нас единственное, что это привезенная смола, и иногда какие-то тяжелые подстолья из металла, где нужны какие-то суперпрофессионалы, мы делаем, ну грубо говоря, там заказываем на аутсерс. Это был определенный этап, потому что иду я дальше, мне хочется в строительство. Я вообще люблю небоскребы, это основная моя мечта, это небоскребы. Это то, чем я планирую заниматься. Никто в это не верит, все с меня смеются, все в шоке, но я обязательно построю. Мой ник в инстаграме, Алмазов Тауэр называется. Я хочу свою башню, а с этим не могу. Это моя детская мечта. Короче, я увидел две башни-близнецы, которые потом снесли в Америке. Это было первым вдохновением. Вторым было то, что есть Трамп Тауэр. Я решил, что если есть у рыжего, успешного американца Трамп Тауэр, то у меня, у чеченца с другими немножко кровями, может быть, моя башня, она будет называться Алмазов Тауэр. Продолжение следует...